Аудиокниги Джейд Девлин Карбон Крапива, которая любила читать. Два Какая ирония, однако. Даже не знаю, смеяться или плакать, потому что это уже дурная привычка — попадать куда попало. Второй раз за трое суток. С ума сойти, всего три дня, что ли, прошло? Ну ладно, четыре. А у меня впечатление, что прожита целая жизнь в этом мире, в этом теле, с этими людьми. В замке со всеми удобствами, из которого я, как чуяла, очень не хотела попадать больше никуда, а тем более в неуютные и нифига не оборудованные снежные горы. Впрочем, с горы мы съехали. В клубах снежной лавины верхом на грязевом козле. Хотя козёл был не столько грязевой, сколько каменный. И этими камнями в процессе лихой езды придавило одного из братьев. Поэтому, когда бешеный слалом на рогах закончился, оглядываться по сторонам было некогда, мы все дружно пересчитывали конечности и друг друга, а потом отчаянно выковыривали из козла и нермиса. Козёл каменно скрипел, видимо, изображал блеяние и всеми силами помогал, тужился. Правда, привело это только к тому, что он чуть не раздавил между своими булыжниками застрявшую жертву. Жертва материлась так, что Люба дорого послушать, если бы не дети. Хотя я и нермиса понимала. Застрял он в… в районе козлиного хвоста, а точнее под ним. В результате выяснилось, что среднему брату поломало правую ногу и здорово помяло рёбра. Помирать он не собирался, но и идти не мог. Хорошо ещё, что лекарей и без меня нашлось достаточно, полевых и опытных. Верат и Эйкон моментально соорудили из обломков непонятно чего шины на сломанную ногу и прочие рёбра. Причём без магии. И на всех шипели змеями, чтобы не колдовали, особенно на меня. Когда мы отошли от места торможения козлом об Альпийский луг на несколько сотен шагов, и уже никакая лавина не грозила прилететь нам в голову, решено было устроить привал. Определиться с дальнейшими действиями, ещё раз подсчитать убытки и решить, наконец, что делать с блеющей на каждом шагу горой грязи, которую вязалась за нами и даже не думала отставать. Первые низкорослые деревца послужили сигналом остановки. Все с облегчением попадали в траву. И молчаливые перепуганные дети, и слуги, и нянечка с младенцем, и Верат, так и тащивший на плече мамочку в одеяле. «Вот кто проспал всё самое интересное. И Эйкон, которому досталось честь нести на загривке поломанного и Нермиса. И я. И цветочек. И даже козёл, потоптавшись в стороне, подогнул каменные копыта под грязевое пузо, устраиваясь на отдых. Короче, все попадали. И какое-то время лежали молча. А потом разговор начался вроде как сам собой. «Так, теперь надо понять, где мы. Это икон. Помнишь тот горный хребет, над которым ты смеялась, когда изучала карты материка? Так же устала, пробормотал нарцисс. «Который на пьяного четырёхухого кролика похож?» — уточнила я. «Да. Прежде чем ехать к чёрту на куличке в пограничную крепость, я изучила карту. Ту, которая была в Гугл-Артике. Так вот, пьяный кролик был несколько не там, куда мы должны были переместиться. А если точнее, ровно в противоположном направлении». «Угу. Пики хаоса. Аномальная зона. Я думаю, понять успели все». Тяжело выдохнул нарцисс. «В этой местности любая магия противопоказана. Ну, во всяком случае, мы знаем, что щит Цедрика создаёт и увеличивает каменного козла. Это уже хоть что-то». «Не факт», — покачал головой цветочек. «Иначе бы этот хребет не ассоциировали именно с хаосом. Ведь если бы эта местность просто изменяла одно на другое, то подобрать нужные заклинания было бы проще простого. Достаточно взять каждое и вложить в него всего лишь песчинку силы, а потом посмотреть на результат». «Ты хочешь сказать, что результат всегда разный?» «Именно». «Да даже посмотри на этого козла. Цедрик скастовал два полностью одинаковых заклинания. Но первое козла создало, а второе его то ли увеличило, то ли оживило. А может, и вовсе первое создало странного голема со способностью самостоятельного роста, а второе вызвало лавину. Тут на самом деле не угадаешь. Полный хаос». Я задумчиво почесала нос и принюхалась квитающим вокруг запахом. И слезнула капельку крови с пораненого пальца. «Не смей!» Дружно заорало олеандровое семейство, подлетая над травой, словно их всех одновременно кто-то снизу за одно место укусил. «Чего?» Я тоже села и заморгала. «Нос чесать?» «Лучше её усыпить». Озабоченно забармотал названный жених. «У неё ведь на инстинктах всё. Сама себя отравит и не поймёт чем». «Нельзя», — покачал головой нарцисс, причём с явным сожалением. «Магия не получится. Зелье её организм воспримет как угрозу, и неизвестно, что синтезирует в ответ. Как бы хуже не вышло». «Да я ничего не синтезирую!» Пришлось сосредоточиться и прислушаться к себе. «Это странно, но мои способности словно... потерялись». «Цветочек» первым подполз ближе и принялся озабоченно щупать меня сначала за голову, а потом за всё, до чего достал. «Визуального осмотра недостаточно. А провести химические и прочие анализы я сейчас не смогу. Ни ингредиентов, ни оборудования. Магический осмотр вовсе невозможен. Даже обычное аурное зрение лучше не использовать. Во избежание». Нарцисс серьёзно загрузился, при этом не переставая пальпировать мои лимфоузлы и чуть ли не прослеживать каждую вену. «У неё запах изменился», — доложил Эйкон прямо у меня над ухом. «Я только в этот момент заметила, что хищный товарищ подобрался со спины и чуть ли не водит носом и губами по задней стороне моей шеи. Стал таким безобидным, сладким, привлекательным». «Брысь!» — рыкнул на него Нарцисс. «Отныне до полного его выздоровления ты будешь лапать и нюхать только Энермиса. Отвечаешь за раненого головой». «Эй!» — возмутился средний брат, не обрадовавшись такой перспективе. «Я здесь, дорогой!» — пакостливо откликнулся Эйкон. «Правда, уменьшительное домашнее имя я тебе ещё не доверял. Но раз ты сам проявил инициативу, пользуйся, младший». «Вот мне интересно, кто этого вредного и ехидного кошака обозвал ледяным? Куда они смотрели?» «Мне кажется, ты слишком обнаглел, белёсый!» — рыкнул на Аконита Верат, пугая сидевшую под соседним кустом нянечку Ландыша. «Да нет, просто в отличие от вас чувствую себя как дома. Снег, горы, красота». «Козёл!» — поддержала я, кивая в сторону рогатой горы грязи. «Видимо, горный». «Ну!» — согласился пакостный кошак. «Как дома!» — «В кругу семьи!» и ухмыльнулся довольно-предовольно. «А выживать без магии нас ещё в детстве учили. Мы так драконьи черты тренируем. Так что в этом гнезде я теперь точно доминантный альфа». «Драконьи!» — «Угу!» — кошак драный. Едва слышно хмыкнул нарцисс, затягивая меня к себе на колени и насмешливо глядя на самозваного главу стаи. «Считают себя драконами, а о том, что в драконьих стаях верховодят самки почему-то не в курсе». «Даже больше пиков хаоса меня беспокоило то, что это ненормальное сделало с собой. Я не понимал, что именно, но видел, успело сотворить. Хотя скорее натворить. А как узнать подробности? Только если на драконьих кишках погадать, а иначе ничего не получится. Потому что вокруг горы и дичь, а магией пользоваться нельзя. Фармацевтика мне тоже недоступна по понятным причинам. Я подозревал, конечно, что именно с Артикой произошло, но если мои подозрения верны, то прямо сейчас она не умрёт. А вот позже можно будет хорошенько её за это встряхнуть. И спрятать. «Может, разбудим мамочку и двинемся дальше?» — предложил вслух предмет моего беспокойства. «Мне кажется, вечером тут станет прохладно. А вон там долина. В ней много деревьев, и наверняка можно устроиться с большими удобствами». Кхм-кхм-кхм! Верат покосился на свёрток из одеяла. «Я не уверен, что эту женщину надо будить. Может, лучше наоборот? Усыпить покрепче и наподольше? Пока не выберемся. Жена моего отца плохо контролирует свою магию в стрессовой ситуации. Чем обернётся её взрывная сила под воздействием хаоса, я не очень хочу знать». «Тогда это будет очень странная вариация на тему спящей красавицы и её... гномов». Едва слышно прошептала Эоли мне в ухо, ёрзая на коленях. «Никто не хочет!» — торопливо согласился я. «Но она всё равно проснётся к завтрашнему полудню, и мы должны быть готовы. А если...» «Нет». «Усыпить без последствий, не используя магию, мы не сможем. Сонных трав у нас нет, как и чего-то, что поддерживало бы госпожу Ерисе во время искусственного сна. А других способов лишить её сознание без вреда для здоровья я не знаю». «Буди мать, Верат!» «А чего я?» «Пусть вон...» Старший покосился на вовремя переломанного энермиса и нашёлся. «Пусть Артика будет!» Её Ерисе не испугается и точно ей не навредит. Наоборот, сразу успокоится и выслушает. Довольно трезвая мысль. Я с удивлением посмотрел на старшего дальнериума, нехотя спуская девушку с коленей. «Логично», — со вздохом согласилась Эоли и встала. «Упс!» «Не зря я обувь сменила. На каблучках по горам не побегаешь. Так, отойдите-ка подальше все, на всякий случай». И присела возле кокона из одеял. Ну что сказать, идея оказалась вполне удачной. Фиолетового взрыва не последовало. Не было даже истерики. Я, честно говоря, не ожидал такой реакции от изнеженной и экзальтированной леди. Но Ирисе, как только проснулась и уяснила ситуацию, спокойно выслушала сосредоточенную артику. Встала, кутаясь в свое одеяло. Сначала нашла взглядом няню с ландышем. Потом еще раз осмотрела дочь. Потом близнецов. Потом явно пересчитала глазами всех присутствующих и твердым, спокойным голосом сказала. «Я поняла. Принесите мне одежду и готовьтесь спускаться в долину». Какие нотки в голосе прорезались. Делить власть с еще одним кандидатом? Нет, оно мне не надо. Но если жена Ледона допустит хоть одну серьезную ошибку, я не просто заберу у нее поводья, а вырву их вместе с руками так, чтобы больше никогда не смогла взять. Но Ирисе удивила меня еще раз. Она словно разом очертила круг своих интересов, сосредоточившись на детях, слугах, наших вещах и прочих хозяйственных вопросах. И даже не пыталась высказать что-то мне или старшим сыновьям мужа. Только дочери нашла кучу забот, видимо, по привычке. Через пять минут место привала напоминало упорядоченный муравейник. Все оставшиеся тюки и уцелевшие вещи стащили в одно место, наскоро проверили и перепаковали. Сама Леди переоделась в довольно скромное и удобное платье я даже не знал, что у нее такие есть, лично перепеленала своего ландыша и, вернув его няне, с вопросом уставилась на меня. «Нарцисс!» «Хм!» Видимо, жена Ледона пока еще не понимала, как со мной обращаться. В отличие от семьи, ей никто память не поправлял, и она действительно видела только то, что у дальнериумов я был слугой. Но в последние пару дней мой статус слишком резко поднялся. Наверняка и князь ей что-то сказал. Жаль, я не знаю точных формулировок. На самом деле я тоже не слишком понимал, как вести себя с этой новой ресе. Еще несколько часов назад я думал, что эта женщина только и делала, что изнуряла главу рода в постели, да развлекала того забавным, нестандартным поведением и искренней, пусть и странной, любовью. Зря я ее недооценил. Кажется, она при этом успевала быть в курсе всего, что происходило в замке. — Господин Нарцисс, — все же определилась она, — я думаю, теперь мы готовы тронуться в путь. То есть она, как образцовая хозяйка, все подготовила и переложила вожжи в руки? Чьи? — Мужчины? Того, кого сочла самым сильным или самым ответственным? Может, просто таков был приказ Лидона, и я слишком много анализирую? — Хотя чему я, демоны, все побери, удивляюсь. Лидон приложил к этому руку или не Лидон, но Эрисе ведет себя точно так, как предписывает ей обычай. Она — жена главы рода, хозяйка его имущества, стена за его спиной, как написано в старых книгах. Да каждую девчонку знатного происхождения учат этому с пеленок. Если раньше драгоценная леди не показывала своих способностей, то не значит ли это, что у нее просто не было такой возможности? — Ребенка вы все еще кормите самостоятельно или перевели на двурожье молоко? — решил уточнить я. Самым уязвимым звеном в нашей группе был именно ландыш. При долгом путешествии взрослые могут обойтись и подножным кормом, а вот для младенца отсутствие привычного питания практически смертельно. — Конечно, сама, иначе откуда бы у меня были эти огромные и неудобные... Леди фыркнула, как кошка, и вспомнила, что она леди. — Сосуды женственности. Я смутно припомнил Эрисе в свадебном платье. Действительно, кажется, тогда ее грудь была немного меньше, но именно что немного. — Тем не менее, молоком двурогов его уже прикармливают, вы правы. Оно ведь очень полезное, мы решим этот вопрос позже. Надеюсь. И женщина вздохнула, отведя взгляд. Я вдруг понял, что на самом деле ей очень страшно и неуютно, что Эрисе вовсе не так уверена в себе, как показывает, но при этом готова держать лицо, делать дело и не виснуть на чужом рукаве. — Демона побери. Кажется, моему воспитаннику наконец-то повезло с женой. Вот бы еще он сам это понял и получил ее обратно, целую и невредимую, вместе с остальными домочадцами. Я кивнул и на всякий случай заглянул внутрь себя, извлекая все возможные знания об аномальных зонах, особенно о пиках хаоса. Огромный массив информации буквально затопил сознание, а еще всплыли воспоминания. Точно! Я уже был здесь. Причем не один раз. Какое-то время подобная местность даже была моим постоянным местом жительства. Просто, как обычно, затер себе лишнюю память, чтобы не терять волю и интерес к жизни. А вот сейчас воспоминания возникали в моей голове, как страницы старинных книг. Нельзя ориентироваться по обычным признакам. Стороны света и расположение солнца в аномальных зонах могут быть искажены, сообщил я всем присутствующим. Просто идти вперед, надеясь в конце концов выйти за территорию аномалии, тоже не лучшая идея. — И как тогда нам попасть домой? — угрюмо произнес Энермис, непроизвольно поглаживая сломанную ногу. Лицо юноши побледнело от боли, но он держался. Я тяжело вздохнул и посмотрел в небо. Субтитры создавал DimaTorzok